В окрестностях Наринмара жили мамонты. К такому сенсационному выводу пришли ученые из международной экспедиции «Мамонт Мишен». Ученые из Франции, Голландии, Нидерландов, Колумбии и России на протяжении многих лет разыскивают доказательства существования древних животных. Нинецкий округ преподнес им неожиданный подарок. Сенсационную находку обнаружили в первый же день раскопок на берегу реки Куи. В 20 километрах от Наринмара прямо из воды ученые извлекли берцовую кость мамонта. О каких-либо признаках обитания древнего животного на территории Нинецкого округа они раньше не слышали, поэтому находка была поистине удивительной. Сказать точно, сколько лет будущему музейному экспонату можно будет после радиоуглеродного анализа. Но уже сегодня ученые предполагают, кость принадлежит мамонту, который обитал на территории округа в Хайнозойскую эру. Это примерно от 10 до 45 тысяч лет до нашей эры. Для меня это уникально, потому что я не знаю, раньше там есть мамонта. Сейчас после такой находки будет поискать побольше, потому что это всегда интересно. Когда есть костный момент, это интересно, потому что следующий этап это сделать экспедицию, копать, а потом датировка, а потом анализировать, а потом кооперировать с япанским университетом, американским университетом. Сама находка останется в туристическом центре. После ученые намерены продолжить археологическую экспедицию. Уже известны следующие места раскопок. Недавно житель Большеземельской тундры обнаружил на побережье Баренцева моря кость, похожую на бивень мамонта. По нашим данным, весной этого года местные жители, они воды обнаружили в окрестностях озера бивень мамонта, который уходил глубоко в мерзлоту. И наша задача проверить, насколько достоверна эта информация и насколько интересна она для науки. Если там действительно останки мамонта или может быть полный скелет или туша, после того, как мы эту информацию проверим, будем делать дальнейшие выводы. Участники экспедиции отметили, потенциал мамонтовой фауны Ненецкого округа очень велик. Территория региона, в отличие от Якутии и Ямала, где были найдены шесть детенышей животных ледникового периода, не изучена и может таить много сюрпризов для археологов. Об этом они расскажут на большой пресс-конференции после возвращения из Большеземельской тундры. Иван Никонов, Валентина Чибичек, Роман Делимарский, Телеканал Север.